Привет друзья, с вами Розе и сегодня мы поговорим про подземелья Масараты. Как быстренько пройти, сейчас просто идёт вот Луки 3, такое событие, где нам нужно убивать мобов в полях, в обычном подземелье и в спецподземелье. И нам дают за это очень вкусные награды, видимо как спецподземелье пройти 6000 мобов, ну то бишь 3000-6000 мобов, это всё слитно на оружие и на скакуну гачу. Как пройти легко, давайте мы туда отправимся, заходим, первый грот, здесь такой бах интересный, вот тут самое лучшее проходить, только нужно искать со своего сервера людей. Вы можете стать бить мобов, к примеру, много ПК персонажей бегают, хотят вас убить прям толпами, как спастись от них и сэкономить на входах по 9000 золота, потому что вам много раз придётся сюда зайти, если вы не знаете про эту фичу. Давайте назовём не бах, а фича. В этот угол забежать, вы окажетесь в сейв зоне. У меня ушло полтора часика на набитие 6000 мобов. Что мы делаем? Если мы фармим, да, нажимаем автоохота, фармим. Если на нас нападают, видим, что какой-то ганг-отряд бежит, какой-то сумасшедший. Тут же ПВП зона и из-за убийства чувачков мы можем фармить знаки продвижения. Вот видим, на меня нападают, мы просто бежим в уголочек. Не с той стороны, вот. Становимся в уголочек и всё, пошёл вон. Что такое? Пошёл вон. Короче, у каждой зонки есть, типа, это бах, не знаю, фича, бах. Вот мы в сейв зоне. Если мы немножко выходим, мы выходим с сейв зоны. На нас могут напасть. Давай мы его вшатаем. Слышь, ему помогает какая-то бич. Она по мне не попадает, нифига. Это отдача какая-то у него, что ли? Давай оббафаемся. О, ну, криты, криты пошли. Улетел. И то бишь, мы можем прятаться в этой зонке. Если вдруг, что, безопасная зона. Не знаю, банят за это, не банят, но всё равно. Если брать, мы побежим где-то остановиться, нас будут постоянно сгонять, кто-то нападать, убивать. И это у нас займёт не полтора часа, а пять часов. Цените время, как быстрее что добыть. Предупреждаю за этот способ. Могут забанить, но не уверен. Чтобы это видео не такое было серое, откроем гачу, которую я накопил. Сначала такие крутки мы откроем. И видим, что ничего такого нам не выпало. И синтеза так же. Пока не покупаю, не хочу покупать события. Потому что, я уверен, в будущем ещё вкуснее будут карты. Тут только очень интересные 11 круток. 16 всего круток интересных карт. Потому что только 16 зелёных скакунов получите, если вам сильно не повезёт. Будет чистый призыв скакуна. Закатного солнца. Пока, если вы фри игрок, играете чисто с поля, то не советую просто упираться в гачу. Оно вам не даст ничего лучше. На эти алмазы закройте коллекции. Дешёвые коллекции. На урон, двойной урон. Там снижение урона в ПВЕ. Точность в ПВЕ. Крит в ПВЕ. Двойной урон в ПВЕ. Поберегите алмазы. Не тратьте их. То ли реклама на ютубе. То ли, не знаю. В гильдию начали вступать люди. Уже плюс 4 человека. Активность растёт. Нас активных уже 5 человек. Ну, в целом активные по взносам гильдии. Также активность тоже важная, как взносы гильдии. Это прохождение приказов. Подбора приказов стало 100 голды. Мы спокойно можем найти, если нам именно нужно бить мобов в поле. Мы находим свой приказик без каких-либо проблем. И мы проходим приказы гильдии. Очень важно проходить, ребят. Не пропускайте. С вами дядюшка Розе. Всем до новых встреч.